Девушки отдыхают Наверное, скоро женюсь Вау! Я решил передать управление Компанией тебе Без обид, Олег Соберись, соберись Ты знаешь, что делать Сегодня же в настроении должен позвонить Новикову К этому времени сайты должны быть готовы Понял? Самолет 16.05 Кристине это не понравится Она мне не разрешит, не отпустит Я не могу, она меня убьет, Жень Это же твой мальчишник Это не то, что ты думаешь Я не думаю, я вижу А вот, кстати, мой первый зам Евгений Новиков В основном вы будете работать с ним А вы знакомы? Достаточно, чтобы отказаться от всех наших с вами договоренностей Ловила с хренов 150 миллионов долларов Ну, они что, было написано Во сколько она обойдется? Он заключит контракт с дальними берегами Придется закрывать филиалы, увольнять людей Ну и как? Займешься этим лично А мне интересно, вообще, им действительно жаль людей, когда они их увольняют? Или им плевать? Он должен был на ней жениться И бросил ее в день вашей свадьбы Мы, кажется, перепутали ЗАГС Ну, это же Родится такое бывает? У меня постоянно такое случается Какая-то девушка из нашего филиала просила передать вам это Новое направление, развивающее внутренний туризм Проект «Дача без труда» Идея, конечно, оригинальная Но не для нас Министерство объявило тендер на тему развития отечественного туризма Абсолютное попадание Уже готовый мне на блюдечке принесли, а она его выкинула Потому что вы его забраковали А дайте мне два дня Вперед Алло, вас беспокоит Руслан Сябиров Конечно, давайте встретимся Присаживайтесь Спасибо Ну и представление вы устроили на свадьбе у друга моего Ой-ой-ой Да, мне жутко неудобно Я готова перед всем извиниться Не стоит Рекомендую, попробуйте здесь очень вкусно готовить семгу на гриль Я смотрю, вы не сильно переживаете за друга? Или все обошлось? Не совсем После того, что вы устроили Хотя, знаете, после свадьбы кулаками не мажьте После свадьбы собирают документы на развод Всем как говорите А я смотрю, вы циник А вы сентиментальны? Тут еще крем-брюле имеется Я честная Я не знаю, с каким блюдом это ассоциируется А меня пугают честные женщины Наверное, потому что вы не до конца честны с ними Вы меня уже успели обмануть? А вегетарианские блюда вам не нравятся? Я смотрю, вы хотите сменить тему разговора Честно, да? После ответа на мой вопрос Еще принципиальная какая Бифштекс крови вам подавали Ну хорошо, буду честен Я успел вас обмануть И вы, наверное, после этого меня не простите Смотря что это была за ложь Если она безобидная, то мы просто забудем об этом разговоре Хорошо Я Евгений Новиков По крайней мере, я был честен Что вам от меня нужно? Мне нужен ваш проект Дача без труда Мои сотрудники по ошибке его выкинули Я отправляла вам его Да Он вам не понадобился После этого я обивала пороги вашего офиса А вы скрывались Потом Вы лично Заочно Меня уволили После этого вы выкинули мой проект А теперь вы хотите обманным путем получить его обратно? Ну почему обманным? Я-то сейчас честен? Вы его не получите Слушайте, я был перед вами честен А вы со мной Это не честно А я вам ничего не обещала Лично Здорово Здорово А что, у нас все готовы к встрече с этим настроением? Контракт у тебя на столе Настроение, кстати, требует, чтобы ему 7 миллионов купленными сразу наличными А Алтухов, думаю, будет недовольным А я не собираюсь Алтухова стоять в известности Жек, ты с ума сошел? Он будет в бешенстве, когда узнает И успокоится, когда получит прибыль Кукушкина! Возьми трубку! Ты осторожней с этим итальянцем Кстати, я не понял Ты почему проект не смог выудить? Тебя Дарья, ты что, раскусила? Понимаешь, я не смог ей соврать А-а-а Не понял У тебя бывало такое, что ты видишь человека, понимаешь, что он лучше тебя И уже сам себе начинаешь не нравиться Так Сам себе начинаешь не нравиться? Да Боже мой, ты сам себе не нравился Хватит ржать То, что секунду назад Подержи То, что секунду назад считалось моими достоинствами Так Превратилось в мои недостатки Например? Например? Да Например, если я раньше считал себя человеком умным, хитрым Что называется, с деловой жилкой Так А потом взглянул ей в глаза И понял, что я лживый и бессовестный Ты влюбился, старик Да при чем тут ты влюбился? Влюбился Ничего не влюбился Новиков влюбился, все сюда Ничего не влюбился Ага, влюбился Ага, влюбился Как мальчишка Нет, нет Как пацан Ага, как школьник С первого взгляда, прям вот так Просто она так влияет на людей, что Она другая Особенная Ты врешь себе, старик Врешь, врешь Хорошо Я подумаю над твоей версией Ну давай, 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 рассказывай Какая она, какая? Ну она Так Вот с такими усами и вот с такой бородой Цирковой вариант Это наш Псур Ладно, ладно Любовь любую, а Алтухов проект ждет Папка на столе Я достану все равно у нее этот проект Во что бы то ни стало Как конфетка у ребенка Никуда она не денется Жень, я хотел у тебя отпроситься, мне надо Отлично, поехали со мной, ты мне нужен в банке Зачем? Потрошить витринка Вдвоем легче создать пятичлен надежности Нам, а что бы то ни стало, нужно выбить из него деньги Иначе не бывает проекту с итальянцем Просто будь рядом и молчи Я банк А, Евгений Александрович Ты понимаешь, она мне нет и о ней нет не говорит А ты сам-то что хочешь? Ну как, помириться и жениться За мной, что ты зациклась на этой свадьбе? Жень, тебе два второй шанс Наслаждайся, пользуйся Я не могу наслаждаться Ты, да Жень, послушай Мне кажется, она меня разлюбила Пассажирское место там, здесь водитель Поехали Любовь придумали цинники Такие же, как мы Люди, которым нужно продавать цветы, духи Дорогое постельное белье Пошли Тысячу лет не видались, а? Сами себя не видим Вся жизнь бега А, это же хорошо Для молодого мужчины очень даже неплохо Я глазам твоим вижу, что тебе нужны деньги Причем ты хочешь мне их одолжить Ну давай, сколько? Семь Миллионов евро А, кстати, знаешь, почему семерка символизирует везение? У земли пашется две ноги, у лошади четыре, надеется на Бога Вот тебе семерка Хорошо Ну давай считать ноги У нас на троих шесть ног А надеюсь я на свое чутье Чутье ненадежно как-то Нет, некрасива у тебя история А знаешь, почему я к тебе пришел, Коль? Потому что мне больше никому идти А еще я думаю, что мы с тобой друзья Пошли Нет, ну подожди, ну конечно мы друзья Но где же ты видел друзей, которые одалживают друг другу такие суммы? Хорошо Тогда давай так Шесть ног Плюс твой процент Такая семерка тебе устраивает? По-моему, довольно красивая история Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому В СМИ упоминаний море Но проблема в том, что этих парадисок как грязи Черт разберет, какие статьи о ферме Мастрояне Я читал отзывы об отеле, там их куча Я их тоже читал Ну что там у нас? Ну в общем я пробил счета, указанные в реквизитах Банк-то реальный, но информацию о ферме нам никто не дает Мы же не Интерпол Да Понятно, в общем сделали все, что могли Да Ай, побольше бы времени было бы Ладно, выяснишь, что за тип этот настроение Позвони мне после встречи Конечно Удачи Евгений, я вас слушаю Я хотел извиниться Почему я должна вам верить? Например, потому что мне больше не нужен ваш проект Корыстная цель отпала Да, это прекрасно, потому что я как раз собралась показать его в дальних берегах Хорошо Но я бы советовал вам не торопиться Там же волки Лучше проведите небольшое маркетинговое исследование А если хотите, я могу вам помочь Спасибо, я как-нибудь сама Даша, а могу я рассчитывать на еще одну встречу с вами? Пожалуйста Евгений, я думаю, нам не стоит встречаться Я избегаю людей, однажды совравших не Что ж ты такая вредная? Спасибо Спасибо Спагетти болонезе? С детства обожаю Как его готовили в моей семье? Нам вся деревня приходила Большая итальянская семья Русские сказали бы Коза Ностра Но я надеюсь, это неправда Ваш бизнес к мафии не имеет никакого отношения Что вы, сеньор Новиков? Просто мир изменился Теперь наша деревня Это не деревня, а фешенебельный курорт Кетчупу повар явно не пожалел Моя итальянская мама не одобрила бы Вам, сеньор Новиков, нужно обязательно попробовать настоящую пасту у меня на родине Надеюсь, скоро это произойдет Благодаря нашему взаимному сотрудничеству Я надеюсь, сеньор Новиков Спасибо, сеньор Новиков Вернемся к контракту Почему такая низкая цена? Сеньор Новиков 37 миллионов евро для вас мало? Может, мне стоит пересмотреть свое предложение, пока мы не подписали контракт? И все-таки Реальная цена 45 миллионов Но мне нужно 7 миллионов наличными и сразу после подписания Когда вы будете готовы к сделке? Сегодня посмотрю все бумаги, а завтра встретимся и даст Бог подпишем Бабаны Чин-чин Слушайте, вы проделали колоссальный труд А сколько времени у вас на это ушло? Несколько месяцев Сейчас объявлен государственный тендер на проект по развитию внутреннего туризма Давайте я изучу его поподробнее и вам завтра в районе двух перезвоню Конечно, хорошо А у вас есть проект в электронном виде? Ну, мне кажется, что так лучше Так прекрасно, но я думаю, начальство нас не поймет Проект должны изучить сразу несколько человек И в электронном виде будет удобнее, правильно? Да, конечно, я согласна Но вы напишите тогда адрес, и я вам пришлю Дело сделано Ты бы меня видел Станиславский с того света кричал Верю, Мишаня, верю Все как по легенде, как договаривались Слово в слово, как ему сказал Кеприцу реале куаранточинку миллионе По-русски, Мишаня Что реальная цена 45 миллионов И что мне надо 7 миллионов наличными После подписания контракта И на это мало кто согласится Поэтому я вынужден снизить цену Точно так сказал? Точно Ханна тебе, Женечка Сухим из воды не будешь Чем же тебе так насолил этот сеньор Помидор Новиков? Всю жизнь споганил Баловень судьбы Все ему на влечке И деньги, и бабы Должность моя Я носом землю рою Так что все блага жизни должны быть у меня и будут Понял, Мишань? Понял Не подведи меня Не подведу Подлец, конечно Отвратительный тип Угу Но такой обаятельный Что? Что? Ты что не видела его улыбку? А глаза? А как он на меня смотрел? Даш, ну тогда я перед тобой просто преклоняюсь Отшивать мужика, который нравится Это просто невозможно Я бы не смогла Я бы размякнуть Так, нам нельзя мякнуть Я, между прочим, в тебя верю Ты должна меня поддерживать Он лжец И подлец И там такие ненужные Ужасный человек Отвратительный Отвратительный И вообще ненужный Абсолютно Даш Ну хоть бы капельку твоей стойкости Миля Ваня женился Ты на что рассчитываешь? А если не женился? А если мы ему все испортили? Кому вы? Ну, Ванечке В ЗАГСе Не моему, а другому Ой, Даш Он такой Папа, пожалуйста Только не бей меня Ты его уже Ванечкой называешь? И что ты собираешься делать? Я найду справки Если он с той своей невестой расстался То я буду знакомиться Ты его напугаешь своей активностью? Нет Таких, как он Надо брать самой Ты помнишь, ты понял, как он испугался в ЗАГСе? Я не знаю Пашка, объект идёт Ну, иди сюда Это ты сделал? Понимаете Мы тут проводили эксперимент Ну, это я уже понял И в чём суть? Я хотела понять Принцип действия По которому взрывается капсула С несмываемой краской И что, эта краска Несмываемая? Да, шутка Ну, несмываемая Мне негде было её взять Её мама Эмунсионки Для ремонта отлил И добавит туда гуашь Давайте я отведу вас к маме Она вас почистит Она привычна Да нет Шкет Нет, твоей мамы Дела нет Меня другая девушка интересует Дарья Светлова Так она и есть моя мама Дарья Светлова Говорю же Давайте я вас к ней отведу Раздевайтесь Оба Спасибо Я направлялся к вам А ваш сын решил сделать моё появление Более красочным Я хотел поговорить Извиниться за враньё Я думаю, вам нужна ванна Ага Спасибо И потом Куда? Нет, нет Дядь, кинь дальше Туда Я боюсь темноты Дядя Выключатель здесь Я нашла папин спортивный костюм Спасибо Пальто очень крутое Мы не будем оплачивать стоимость вашего пальто А чей это знакомый голос? Меня зовут Лилия Колокольцева И меня вы тоже уволили Я пришёл к вам с ней А нам от вас ничего не нужно Дай человеку спокойнее попариться Но я же не могу Выйти на улицу с мокрой головой Могу подцепить тяжёлые заболевания, Лилия Конечно Вы останьтесь, пока не подсохните А вы готовы помочь нам поклеить обои? Я готов Вот чай Спасибо Пожалуйста Чистая Но слегка влажная Да вы волшебница? Нет Я мать очень любознательного ребёнка И знаете ли И не такое приходилось атетировать А отец любознательного ребёнка Не очень расстроится Если меня здесь увидит Даша Даша Да Прости Это как понимать вообще? Я каждую копейку экономлю А ты нанимаешь человека, который обои клеит? Папа Это Евгений Новиков Мой бывший начальник Прости Заехал по рабочим вопросам Чего вы мне тут голову морочите? А вот кстати говоря Почему у вас голова намороченная? Намочённая Мокрая голова свою Почему? Спрашиваю А? А это Это же Я же в этом костюме Честь страны Флага Столько Это мой папа Аркадий Борисович Здрасте Аркадий Борисович Здрасте Я Женя Клей Я вот как раз хотел Пригласить вашу дочь В театр или в кино Что ты больше любишь? Театр или кино? Цирк Иллюзионистов Фокусников Одним словом Обманщиков Это вот И называется По рабочим вопросам Да? Чтоб костюм Быстрел Чтоб был Как прям Чувствуешь Чтоб не клей Это вы про цирк? Это вы серьезно? Ну конечно серьезно Пойдем? Пойдем Конечно Пойдем в цирк Оп Извините Телефон Работа Да Я еду Не надо меня ждать Начинайте без меня И не теряйте ни минуты Нас ждут на радио На телевидении Я договорился Концепцию нужно Придумать сейчас А ролик предоставить сегодня Подожди А с Дашиным проектом что? Не сейчас Я еду Или вот Танюша предложила Девушка сидит За компьютером В соцсетях И на экране Какая-то Вот Романтичная картинка Пляж Море Пальмы И Вдруг картинка оживает И мы видим Как девушка уже Бежит по кромке воды Ее обжигает Палящее солнце Волосы развиваются На ветру И появляются титры Дальние берега А почему это Дальние берега? Ален Вот и я думаю Почему? Ну Хорошо У нас есть У нас есть еще одна идея Евгений Александрович Что с вами? Вы что только что Из спортзала? Что это называю? Ну на вас такие треники смешные О Это что? Это ерунда Знаешь я не раз вообще В костюме велоснежки проснулся Да? И сколько же было гномов? Семь Мое любимое число А это вам Ну Спасибо Да Девчонки Да не смущайтесь Я просто выменял свой костюм На новый проект для компании А где же этот проект? Как и договаривались Послезавтра будет у вас на столе Не опостой Найков Исчезни Ко мне серьезные люди поднимаются Есть пус Девушка изучает итальянский язык И в разговорнике картинка с изображением нашего отеля И вдруг картинка Живая Все это скучно, Алена Вот, например, прекрасный вариант Стоп-менеджер в спортивном костюме Чего случилось-то? Да нет, все в порядке Просто мне в этом костюме лучше думается Продолжайте, продолжайте А я уже закончила Отнеси мне в кабинет Предлагаю Сделать Просто И действенно Разыграем Льготную турпутевку Чем не каприз судьбы Снимем, покажем по телеку Только мне нужен Телефон какого-нибудь клиента Который к нам обращался Но отказался из-за цены А, ну это А, у нас есть Вот, предположим Вахтанг Тимур Азович Мужчин не надо Почему? Лучше женщина А, женщина Хорошо Ева Анатольевна Семенова Дойдет? Обязанность моя Как городоначальника здешнего города Заботиться о том Чтобы проезжающим И всем благородным людям Никаких притеснений Да что же делать-то? Я не виноват Я право заплачу И не могу я вам, Анатольевна У меня усы мешают Как же они вам могут мешать Ваше превосходительство Если вы сами их отрастили? Да как я отрастила? Я их наклеила Так, милочка, хватит Я не хочу больше этого слушать Вы играете ревизора Хлестакова А он мужчина И значит вы мужчина Я городничий тоже мужчина И у меня волосатые Мускулистые ноги Хватит смеяться Мускулистые руки И пакенбарды Которые я обожаю Холи и лелею Вот в этом Заключается суть системы Станиславского Не играть А проживать свою роль Закройте глаза И представьте себе Как в юношестве Вы мечтали о бусах Я в юношестве Это противно А потом один из товарищей Вам посоветовал Брить голые щеки И сказал, что щетина попрет так Что ее потом не остановит Я брила Я брила Это голое лицо без волосы Ничего Ну вот После упорного труда И мучений Ваши усы Наконец выросли С чем я вас и поздравляю Спасибо, спасибо Евгений Новиков беспокоит Ну и кто вы такой? А, это Отдохнико Ну помню, да Слушайте, у вас цены Это бог знает что А у нас для вас прекрасная новость Вы выиграли турпутевку В побережье Италии Все включено И со скидкой в 50% Так что я вас не только с усами поздравляю Боже мой Путевка в Италию? Позвольте А вдруг вы мошенник И решили одурачить Бедного городничего? Ни в коем случае Приезжайте к нам в офис И во всем сами убедитесь У нас же серьезная организация Ну посмотрим У меня к вам есть еще одно предложение Не хотели бы выясняться в рекламе На телевидении Телевидение? Ааа Ну это вы обратились по адресу Я могу сыграть кого угодно Так Во сколько быть? А? Алло, плохо слышно? Что? Так быть или не быть? Быть, Ева Анатольевна Быть И радоваться быть им Ну я бы радовалась Если бы в трупе мужчин было побольше Так, с усами Все понятно? Да Прошу И сюда В Испании На одном из островов Есть ресторан Который называется Эль Тьяблон Вот там готовят Еду Прямо на жерло Действующего вулкана Откуда вы столько знаете Про Испанию? Дядя Жень Читаю много На самом деле Когда я был Такого же возраста Как ты Таким же шкетом Я мечтал объездить Весь землян шар Ааа И поэтому вы пошли В туристический бизнес Правильно мыслишь И как? Объездили? Еще нет Но надеюсь объездить Но чтобы объездить весь мир Чтобы путешествовать Нужна быть команда Пока у меня команды не было Сейчас чувствую нашел Из тебя получился бы Хороший штурман А из мамы Яков А давайте сейчас прям начнем Ну-ка Перелезай сюда ко мне Эй, вы что придумали? А если нас остановят? Спокойно, спокойно Никто нас не остановит Здесь нет никого Да тем более у меня и прав нет Да шучу Ну что, штурман Вот Аккуратно Спасибо, дядя Жень Так классно Жак, что из моего класса Никто не видел Так что, вы на меня больше не злитесь? Я имею право быть прощенным? Скажите спасибо, Степка Да Дарья Аркадьевна Это Рыкова Я отправила вам адрес СМС-кой Вас не затруднит Отправить по нему Свой проект Да, конечно Сейчас вышлю Спасибо Какие планы на завтрашнюю вечер? Завтра занята Встреча в дальних берегах? Вполне вероятно Дядя Женя Я вам сейчас компьютерную игру покажу Она такая классная Тише, папа Дедушка спит уже Мама, можно я дедушку разбужу ненадолго? Я хочу ему рассказать, как я рулил Ему как автолюбители Это будет интересно А нам будет интересно Выслушать часовую лекцию О правилах дорожного движения Давай Иди спать Давай, бегом Может быть, все-таки пригласите меня На чашечку чая Или кофе Раз уж я доставил вас до дома В целости, сохранности Правда Так не хочется с вами расставаться Спасибо, что проводил Ну, действительно Я Просто, может, поговорим Посидим на кухне Если папа проснется Тут такие разговоры начнутся А он не проснется Потому что мы будем разговаривать Молча Уметь общаться языком взглядов И жестов Субтитры создавал DimaTorzok На мое честное По-человечески Отдай проект Меня послали к черту Я, конечно, сейчас Делаю вид, что проект Мне особо-то пока не нужен Ммм Времени у тебя нет, Жень Вообще Почему же? У меня есть целый завтрашний день Хочешь сказать До завтра успеешь все Ладно Хорошо, документы Готовы на тендер Осталось только проект предъявить Какой у тебя план? Затащу в пойку Разыграю страстную любовь Проект украду О, что мне еще остается делать Я по-другому не могу Красавец Не могу же я сидеть и ждать Пока она сама Захочет мне отдать этот проект Во А как любимой в глаза Потом смотреть будешь? Не знаю, что-нибудь придумано Чего? Вовсе она мне не любимая Давай свести, ага Нелюбимая А вот если б не втюрился Давным-давно бы Выцеганил проект Под видом этого Американца Сибирова И он такого он бы лежал И свою Дашку бы позабыл Почему они не звонят? Обещали позвонить в два А до сих пор не звонят Может им не подошел мой проект? Ты успокойся, все им подошло Давай мы о чем-нибудь другом поговорим О приятном Новиков такой смешной Его Стюбка так полюбил уже Теперь у нас о приятном Нет, я просто об этом вспомнила Ну на самом деле С его обаянием Очень сложно противостоять Может и не надо противостоять? Давай рассуждать Давай Мне кажется, он не хотел нас уволить Он нас уволил только потому, что Ему пришло То есть мы не рассуждаем Мы его оправдываем Нет, мы рассуждаем, как рассуждается Ясно, понятно Тихо Алло Дарья Аркадьевна? Да, это я Анастасия Рыкова беспокоит Компания Дальние берега Мы ознакомились с вашим проектом Он нам понравился Спасибо Если вы не против, то мы отправим его на тендер Федеральное агентство по туризму При министерстве И если он выиграет, то работа его и обеспечена Что, что, тебе работу предложили? Мой проект отправили на тендер в министерство Извините Ужас какой, Маринка Это что, прямо в пижамах надо приходить? Ну возьми с собой, потом переоденемся И ничего не ужас Наоборот Пижамная вечеринка Это самая популярная форма корпоратива Неформально и по-домашнему Класс, так сказал Автухов По-домашнему? Слушай, я тогда свои фирменные печеньки испеку А, да, испеки, испеки Маринка Да Звони Всесадмину нашему Стасу Пригласи его А что, что-то сломалось? Да ничего не сломалось, Кукушкин На корпоратив пригласи А то наша женская половина офиса Не половина вовсе, а целый офис Бои заскучались Новикова на вас на всех не хватит Да и не того ему будет Здравствуйте, а вы к кому? Здравствуйте, сеньор Бонжорно Простите, что заставили вас долго ждать Прошу, я вас провожу У вас хитро составлен договор, сеньор Новиков Что-то не так? Нет, все так Я бы на вашем месте сделал то же самое Целиком бы себя обезопасил Если вас все устраивает, давайте подпишем Все как мы договорились Я на встрече, не могу говорить Перезвони мне попозже Видит Бог, я ждал этого момента Это важное событие для меня И, надеюсь, для вас тоже Какая приятная ноша Господин Стрельцов вас проводит Спасибо Ну что, все просто отлично? Заткнись и говори по-итальянски Молки печера диавера афара кумери Сеньор Стрельцов Чемоданы отдай Я хотел сказать, что очень приятно иметь дела с вами Георг, по-итальянски говори Спасибо Ева Анатольевна, вот так вот улыбаемся и лучезарно говорим Ой, я прошу, а нельзя мне повернуться другой стороной? Вот посмотрите своим художественным взглядом У меня правая сторона красивее Да не придумывайте, женщина У вас обе стороны одинаково красивые Я оценю ваш сарказм, детка Я посмотрю, как вы будете выглядеть в моем возрасте Да я ничего такого не имела Нет, имели, но неважно Я не только женщина, я профессионал Где мой текст? Где мой текст? Я вам его давала Нет, вы мне ничего не давали Спасибо, я вам так благодарна Что это значит, спасибо, я вам так благодарна? Кто это писал? Вы что, с ума сошли? Что вам не нравится? Что вам не нравится? Вы благодарите компанию за то, что вас отправляют в Италию За такие смешные идеи Я не могу начать с этого текста, это позор Вы попробуйте А давайте импровизировать Рекламу импровизировать? Да, рекламу импровизировать Ну, пожалуйста Так, значит, давайте я просто... А, нет Так, что, вот так вот У меня правая сторона, она красивая Ну, правая Приготовились? Так, готовы? Готовы, да? Начали Дорогая, Ева Анатольевна Вы выиграли это незабываемое путешествие И мы вас поздравляем Ой, спасибо Это же просто каприз судьбы Спасибо большое Большое спасибо Стоп! Стоп! Что значит стоп? Это отвратительно просто Нет, ну, 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 нет Ну, на это же невозможно смотреть Ну, ну, посмотрите сами Молодой авантюрист Вручает путевку Такой женщине, как я Творческой, витающей в облаках Ну, и что должен подумать зритель Что какой-то шулер Обманул интеллигентную женщину А если я Представитель вашей турфирмы Вручаю вам эту путевку Это же совсем другое дело Но каждый зритель скажет Боже мой Какие интеллигентные люди Работают в вашей фирме Что такие ушлые бизнесмены Радуются, как дети Когда получают эти путевки Ну, правильно? Слушайте, Милочка У меня многолетний опыт режиссуры И мне это нравится Давайте попробуем Так, меняемся, да? Нет, нет, нет У меня правая сторона А, да, да Так, это вам Так Я стою Ага Можем? Приготовились? Начали! Дорогой Евгений Поздравляю вас Вы выиграли Незабываемое путешествие О, это какой-то каприз судьбы Я вам Я вам благодарен Спасибо вам большое Ой Ну, браво А конфетти где? Привет Привет Я рад тебя видеть Чего ты хочешь от меня, Вань? В смысле? О, как? Я люблю тебя Слушай, давай без соплей только, ладно? Ну, мы не можем расстаться так по-глупому Ну, давай расстанемся по-умному Да я вообще не хочу с тобой расстаться Ваня, как ты себе представляешь нашу дальнейшую жизнь? Да, они такие счастливые Ты понимаешь, что это был позор для меня? Ты понимаешь, что это было унижение? Ну, давай начнем сначала Да не бывает никакого сначала Нет никакого чистого листа Я не могу просто взять и сделать вид, что ничего не было Я понял Тебе нужно время Я подожду Нет Мне не нужно время Мне нужен другой человек Понимаешь, с которым не может случиться такой идиотской истории Другой человек Пока Пока Здрасте Я смотрю, ты не угомонился Конечно А Даша где? Значит, слушай меня сюда Меня нахрапом не возьмешь Я в пролетарском районе вырос Прошел суровую рабочую школу Так сказать, закалился в борьбе Я человек жесткий и прямой Я тоже Нет Ты не жесткий и не прямой Ты хитрый, как лис Валяешься много Откаты, накаты, перекаты Это вы о чем? Это борцовская терминология И ты намек понял У меня Даша не дура Она просто культурная очень Если она тебе отворот-поворот сделать не может То я помогу Я такую тогда вертушку устрою Папочка, может быть не надо? Надо! Вы в стойку-то не вставайте Не переживайте Я вашу дочь не обижу Попробуем Я всю жизнь прыгал От женщины к женщине И без любви Без эмоций Для меня это было просто Забавной игрой А сейчас Я даже не знаю, как вам сказать Она Сокровище Ладно Даша Ты принцесса Ты извини, если папа был немножко груб Он может А насчет борьбы Это самое любимое его воспоминание из молодости Но он иногда не вовремя это вспоминает Да не переживай Все в порядке Может быть даже разговор с ним Несколько полезен А еще он очень боится одиночества Спасибо И поэтому распугивает всех моих женихов Да все в порядке с твоим папой Не переживай Еще шампанского? Нет, спасибо, мне хватит Клубнички За тебя Мне с тобой так легко Может быть потому что я очень люблю жить Слишком рано пришлось понять Что Эта жизнь ему ничем не обязана Поэтому приходится все время Хохотать и хохотить Все Я не знаю Я не знаю Я не знаю Катя, Лена, Кирилл, Джабраил, мы дома. Это твой дом? Ну, конечно, мой. Это шутка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова